Парни, девчонки, всем привет! Сегодня 29 апреля, суббота, на носу майские праздники, всех сердечно поздравляю, хорошенько вам отдохнуть. Друзья, у нас есть возможность поснимать на основании этого побольше видеороликов, давно все обещали про машины, все будет, все в силе, но сегодня такой, знаете, нестандартный видеоролик для канала, я вам хочу рассказать про ситуацию, которая случилась со мной на этой неделе и крайне меня возмутила. Вот смотрите, во вторник я приезжаю к одной из администраций области, ставлю машину, ухожу по своим делам, буквально на 10 минут возвращаюсь, сажусь, уже завожу автомобиль, планирую трогаться, раз, жезл такой мне в окошко стучит, и открываю инспектор, так и так, будьте добры, выйти из машины, я выхожу, и какая вот ситуация происходит? Вот смотрите, мы модулируем ситуацию, это было в другом городе, но тем не менее ситуация примерно была такая же, то есть два парковочных места, знак парковка, там он еще был с табличкой 817, такая табличечка для инвалидов, ну, которая, собственно, дублируется сейчас разметкой. Мы стоим, вот стоит моя машина также, говорит, есть какие-то вопросы? Я говорю, ну, никаких вопросов нету, собственно, даем документы, он начинает у меня составлять протокол за нарушение и штраф выписывать на 5000 рублей. Пока мы стояли, вот он пишет, а я по работе вообще, в принципе, занимаюсь установкой дорожных знаков, то есть мы в этом участвуем. Я стою и думаю, блин, что-то с разметкой здесь не так. Захожу в телефон, нахожу ГОСТ и читаю то, что парковочное место для инвалидов должно быть шириной 3,5 метра. А сейчас, смотрите, внимание, у меня есть рулеточка, давайте с вами померим, сколько даже вот здесь парковочное место шириной. Значит, по-честному, смотрите, кидаю рулетку от начала парковочного места и до его конца. Показываю. Значит, вот началось оно, то есть ширина парковки здесь составляет, ну, 2,40, 2,40 максимум. Минимальное место для обычного водителя, то есть для обычной машины 2,30, то есть 2,30-2,60. Для инвалида, подчеркиваю, 3,5 метра. После чего я ему задаю вопрос, слушайте, вот вы мне сейчас выписываете штраф 5000 рублей. Окей, я нарушил, вы меня наказываете, я с этим не спорю. Кстати, параллельно всех призываю быть повнимательнее, все-таки дело такое, не нужно нарушать, мы-то с вами можем пробежаться. Вот, я говорю, меня-то оштрафовал, хорошо, а вот с парковкой что делать? То есть если в реале смоделирую ситуацию, вот я бросил машину сейчас, ушел, приезжает реальный инвалид, он ставит машину. Что произойдет? Он не сможет даже полноценно, полностью открыть дверь, потому что парковочное место узенькое, то есть если даже я буду вылазить, да, и здесь будет стоять машина, ну, то есть вот, я вот так приоткрою ее и буду там вытискиваться, да, но я-то это смогу сделать, а колясочник. Пусть он выйдет не с пассажирского сидения, да, ну, привезли человека, а со своего, то есть тем более, место должно быть однозначно минимум 3,5 метра. Инспектор так стоит, так, ну, ты-то пыры, тыры-пыры, в итоге для себя он галочку поставил, то, что он штраф выписал, меня оштрафовали, я уехал, как бы, знаешь, ну, я наказан, все, я понял то, что так делать нельзя, а где интерес инвалидов? То есть на них что получается, плевать, что ли? Для кого тогда вообще этот ГОСТ был сделан? То есть ГОСТ, вот, название вы увидите сейчас на экране, пожалуйста, посмотрите, то, что я это не придумываю. Более того, вот эти все разметки, да, вот эти полоски, они тоже должны быть по ГОСТу. Ширина 10 сантиметров, то есть минимальная ширина полоски такая 10 сантиметров есть. Сделали правильно, знак поставили, там, видимо, хомуты на столбе висят, то есть должна была быть вот эта табличка, но ее сейчас здесь просто-напросто нету. То есть все сделано грамотно, но парковка, вот самое главное, разметка сделана неверно, человек приехал, все, ему дискомфорт. И на этом, собственно, все и закончилось, то есть он уехал, я уехал и все. Что я хочу этим вопросом сказать? Если ты работаешь, допустим, в какой-то администрации, или ты, допустим, работаешь в ГАИ, или кто-то у тебя есть, ну, учтите это. Друзья, вот ты возьми рулеточку, вечером покатаешься, вот сейчас выходные по городу, посмотри сам, везде в парковке 90% случаев сделано с нарушением. И всем пофигу, как этот вопрос решается. Есть такой орган, Дорожный надзор, они относятся к ГИБДД. Вот они приезжают, как правило, фотографируют, промеряют и делают предписания тем же самым администрациям, которые должны вот эти нарушения устранять. В нашем же случае по России, я так понимаю, то, что во всех городах нарушения есть, и никто с этим не борется. А почему? А потому что, ну, большинство людей не инвалиды. И вот это меня, собственно, возмутило. То есть, как бы я не за себя переживаю. 5 тысяч рублей, ну, что, уже повторяется, да, ну, виноват, значит, надо оплачивать. Но то, что вот все закончилось тем, что я ему говорю, вот есть регламент, вот есть ГОСТ, пожалуйста, ты должен какие-то действия тоже предпринять. Ну, да, должен, но как бы это должен не я, должен тот другой. И в итоге все разъехались, все, тишина. Поэтому, если ты меня поддерживаешь, ставь лайк этому видео, пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. С чем еще вы, например, сталкивались, с каким-то, знаете, недоразумением. Если же ты считаешь, что это все ерунда, и это даже не стоило на это уделять время, снимать что-то в видео, ну, ставь, значит, дизлайк и с миром иди. Вот такие у нас получаются ГОСТы, где на бумаге за тебя переживают, вот за людей волнуются, а по факту, вон, ну, все, две машины бросил, уже никто из них даже просто-напросто не выйдет. Парни, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, там выходят только анонсы видеороликов. Пишите ваше мнение обо всем, что вы думаете по этому поводу. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok